МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поздравления, какие-то, быть может, догадки, свое мнение, ну и, конечно же, вопросы к нашим сегодняшним гостям. Сегодня поговорим вот на какую тему красота от природы. Возможно ли это? Либо все-таки стоит уже обратиться за какими-то специальными профессиональными средствами, ведь технологический прогресс не стоит на месте. И действительно, и для нашей красоты, для нашего тела, для наших волос появляется все много-много новых интересных каких-то методик, средств, для того, чтобы они стали все краше и краше. Либо все-таки натуральная косметика, как говорится, бабушкины рецепты, они живут, они лучше, они натуральнее. Вот как раз подискутируем сегодня на эту тему. Что же выберете вы? Натуральные средства, либо какие-то современные, быть может, профессиональные технологии? 202-11-22, звоните, нам ваше мнение очень интересно. Ну или, быть может, у вас есть какая-нибудь своя секретная, суперэффективная маска? Не знаю, для волос, для кожи, для тела. Тоже поделитесь, пожалуйста. Нам будет очень приятно. Запишем, услышим, проверим на себе. Что ж, ну а тем временем, пока вы вспоминаете, быть может, какие-то бабушкины рецепты, я вам представлю наших сегодняшних гостей. С радостью и с удовольствием. Итак, знакомьтесь, я Екатерина Куртайкина, мастер по изготовлению натуральной косметики. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня поделится своими рецептами, поделится вообще своим мнением. Как же органическая косметика благотворна, либо, может быть, как-то не до конца эффективно влияет на нашу с вами красоту. Ну и, конечно же, я так понимаю, что что-то сегодня даже будет сделано прямо в прямом эфире. Да? Да. Ну и рядышком расположилась Кристина Герасимова, специалист по коррекции фигуры. Расскажет нам о современных методиках, как же нам подтянуть фигуру, как же нам избавиться от такого ненавистного слова всеми женщинам, как целлюлит. Да? Есть такое? Апельсиновая корка. Апельсиновая корка. Все это долой, пожалуйста, убираем. Что ж, ну для начала все-таки обращусь к Екатерине. Екатерин, ну вы, я так понимаю, что если изготовляете, производите натуральную косметику, вы все-таки за натуральное, за домашние рецепты. Конечно, конечно. Откуда это пошло? Быть может, действительно там бабушка как-то делилась? Нет, на самом деле это случилось два года назад. Моя подруга, она подарила мне мыло, которое она сама сварила у себя дома. И я так удивилась, я недоумевала, как можно дома сварить мыло самостоятельно. И начала изучать активно этот вопрос. И с того момента я прям влилась в эту тему и начала изготовлять косметику. То есть, ну все началось с мыла, и теперь я изготовляю скрабы, различные сыворотки. Использую только растительные масла и эфирные масла. То есть, моя косметика, она 100% натуральная, без консервантов и различных химических компонентов. И она эффективна на 100%. То есть, как вы сказали, бабушкины средства, они действительно работают, и они действительно помогут избавиться от какой-то косметологической проблемы. Но вот средства, которые продают в магазине, скорее всего, не все помогут. А вот бабушкины средства все помогут. Слушайте, хорошо, ваше мнение ясно. То, что все-таки за что-то такое вот старинное, за... Ну, это не старинное. На самом деле, во всем мире это очень актуально сейчас 100% натуральная косметика. То есть, до этого момента появлялись какие-то компании, которые позиционировали себя как производители натуральной косметики. На самом деле, если поизучать составы, то мы можем увидеть, помимо растительных средств, еще и химические компоненты, которые создают текстуру, продлевают срок годности. Но сейчас очень актуально изготовление непосредственно натуральных косметических препаратов. И они работают. Они работают? Да. Ну, расскажите, пожалуйста, как же они работают. Расскажите. Чуть-чуть попозже. Для начала, все-таки мнение Кристины. Верите в домашние рецепты? Ну, я в них верю, но я не скажу, что от них может быть стопроцентно колоссальный результат. Я согласна с этими рецептами, что витамины для кожи, омоложение кожи, где-то потяжка кожи может быть. Чтобы на 100% избавиться от апельсиновой корки, такого нет. На практике за свои 5 лет этого не было ни разу. Чтобы одно обертывание колоссально убрало объема до 10 сантиметров. Извините, я перебью. Одно обертывание в принципе не может помочь. Почему одно? 10 курс, как всегда. 10-15. Ну, нет такого колоссального результата, чтобы можно было при помощи обертывания убрать по 10 сантиметров. Убрать колоссально, я не знаю, апельсиновую корку, потяжка. Да, я согласна с тем, что как бы даже надо иногда делать косметические процедуры от дрявости кожи, пилинги натуральные. Это тоже большой плюс, когда ты прочищаешь кожу натуральным продуктом и витаминизируешь ее сразу. Ты знаешь, что это натуральный продукт, с чего он изготовлен, как бы есть. Но 100% результата нет. В совокупности, если работать и тому, и другому, дает вообще колоссальный результат. Хорошо, давайте в нашем телезрителе спросим, что же вы предпочитаете? Натуральное, какие-то, быть может, свои домашние рецепты, либо обратиться к профессионалам за современными технологиями. Ну, очень интересно, давайте действительно как-то голосование хочется устроить. Что же перевесит в настоящее время? Я, к примеру, наверное, все-таки склоняюсь к натуральному. Не потому что не верю в профессиональную косметику, в профессиональные какие-то средства, потому что, мне кажется, это более безопаснее, более безболезненнее, более как-то приятнее. Ну, по крайней мере, это мое личное мнение. Кристин, рассказывайте, пожалуйста, что же сейчас в современном мире поможет нам избавиться от лишних сантиметров, от эффекта апельсиновой корки? Аппаратная косметология, она сейчас стоит на первом месте. Это все рефлифтинги, вакуумный массаж, минимумная стимуляция. У нас идет, потом, также кедровые бочки с обертываниями тоже, они идут уже в завершающих этапах. У них более технологии лимфодренаж, потому что там более усилен. И когда более усиленный лимфодренаж, омоложение организма идет намного лучше. Как бы, и после всех процедур все равно, как бы, делается тоже и обертывание делается, и в процессе скрабирования для улучшения эффекта. Но для больших объемов мы используем эту аппаратную косметологию, как бы, взаимодействие другого предмета, который на тело. Массажи ручные все, как бы. Так же и для лица, если делать маски какие-то, и же, опять же, сделают с массажем лица. Для того, чтобы мышцы лица работали, мышцы тела работали. Это все организм надо запустить, а просто, как бы, обычным средством это невозможно сделать. Да, должно работать в комплексе, то есть это массаж и какое-то средство. Либо какие-то физические упражнения против целлюлита очень хорошо помогают. В общем, комплекс, уже правило написано, действительно, это должен быть какой-то комплекс процедур. Не просто одно чудодейственное средство. Плюс еще питание правильное, то есть это тоже имеет значение. Эх, вот сидят, наверное, телезрительницы, думают, ну, вообще скучно, все опять сложно. Все то же самое. Хочется, да, хочется услышать какого-то прям вот вах рецепта, какого-то чудного рецепта, да, чтобы действительно эффект был виден, ну, за одну минуту. Такого не бывает, дорогие телезрительницы, такого все-таки и профессионалы, и, да, многие вам скажут, что такое может быть только в сказке. Придется потрудиться. Придется потрудиться. Красота требует не жертвы, а регулярности. А работа. В любом случае, Екатерина, ну, что же необходимо сделать для работы со своим лицом? Я так понимаю, что вы принесли какую-то и свою косметику. Да, я принесла некоторые экземпляры. Вот у нас есть скрабы натуральные, кофейные, очень хорошо помогают от целлюлита, но, соответственно, в комплексе, если применять. То есть, с помощью этого скраба можно делать и обертывание, то есть, вы нанесли на проблемные участки, немного помассировали и оставили, например, на 10 минут для какого-то действия, чтобы активные вещества подействовали. И, соответственно, в комплексе это, также есть еще антицеллюлитная сыворотка на основе растительных и эфирных масел. Можно я ее все-таки открою? Да, можете открыть, попробовать. Как-то неинтересно. Он очень вкусно пахнет апельсином. Слушайте, очень вкусно. Действительно, я сейчас в студии, наверняка, может, и выслушала, что восхищалась запахами и не могла понять, что же это так пахнет. Вот это как раз средство. Кофе, апельсин, вообще, мне кажется, это самое лучшее сочетание. Запах кофе и запах апельсина. Ну, люди, на самом деле, по-разному реагируют на ароматы. Кому-то не нравится, кому-то нравится. То есть, для избавления от целлюлита все-таки нужны еще физические упражнения. Не нужно убиваться в спортзале. В принципе, достаточно, если вы не можете ходить в спортзал, в принципе, можно делать просто приседания дома. Они очень эффективны и очень хорошо помогают. Также у нас есть еще сыворотки различные. На данный момент я принесла сыворотку для лица, для жирной кожи. Вот написано масло виноградной косточки, масло жужаба, масло тыквенное, смесь эфирных масел, чайного дерева, бергамота, шалфей и лаванды. Ну, прям вот практически. Просто здоровье-здоровье в баночке. Да, она избавляет от жирного блеска, очищает кожу, если есть какие-то высыпания. Ее можно применять вместо крема ежедневно. То есть у нас есть еще маски для лица тоже на основе глины, различных травок, эфирных масел и бальзамы для губ натуральные 100%. Тоже очень вкусно пахнут, разные ароматы. Есть и апельсин, и мята, есть какао и кардамон. Это прям настоящий шоколадный бальзам для губ. Хорошо. Понятно, что в вашей шкатулке натуральных рецептов хранится. Кристин, рассказывайте, пожалуйста, вы действительно сказали, что аппаратная косметология очень предоставляет разнообразные услуги. Что именно? Вакуумный массаж. Чем отличается вакуумный массаж от, к примеру, пресс-терапии? Сейчас тоже как-то так на слуху данная методика. Вакуумный массаж – это разновидность ручного массажа, только она идет посильнее. У нее есть тоже противопоказания. Это варикозное расширение вен. Это очень болезненная процедура, от которой могут быть и синяки, и кричат, и плачут. Вот-вот-вот. Не жалеете вы, Кристина? Опять же, после вакуумного массажа мы тоже делаем обертывание под пленку от 20 до часа. Это обязательно, потому что после вакуума капиллярные клетки разогреваются и наносятся обертывание. Для улучшения кожи и улучшения результата. Пресс-терапии также можно делать тоже. Делается обертывание под пленку, кладешь в пресс-терапию, и там идет лимфодренаж. Просто там абсолютно приятная процедура, на которой спят, при этом получают очень хороший результат у нее. Она очень полезна для здоровья из-за того, что идет очень сильный лимфодренаж. Варикозное расширение вен у них лечения происходит, профилактика. То есть фресс-терапия, вакуумный массаж, может быть что-то еще? Милостимуляция очень хорошая тоже. Процедура довольно-таки. Она идет на подтяжку кожи, подключается электроды, подается ток мышечную массу в определенные зоны. И мышца становится более упругой, тем самым кожа становится более упругой. За счет мышечной массы она начинает содержаться. А сколько болезненно? Милостимуляция тоже приятная процедура. Вначале она немножко неприятна, когда подача тока, она пощипывает. А потом как бы очень даже приятно, очень интересно, когда начинает двигаться тело, независимо от собой, просто от аппарата, там, руки, ноги, живот, пресс. Девушки в таком восторге, что у них что-то работает, у них вся эта процедура идет. Безболезненно. Все в сочетании как бы тоже с комплексом идет. Потом после многих процедур, после 10 процедур, когда мы заканчиваемся, рекомендуется эта кедровая бочка, скрабирование и обертывание. Чтобы уже так отшлифовать, скажем так. Да, причащается кожа как бы, омолаживается. И потом также натуральные тоже стараешься использовать какие-то обертывания. Я больше склоняюсь как бы своей методике, это к водорослевому обертыванию. Именно натуральные водорослевые вот ламинарии, которые не какие-то порошковые идут, а вот большими листами, когда выкладываешь очень потрясающий эффект. Насыщение йодом, натуральный, опять же, продукт идет. Красота природы, опять же, подтверждаю. Тоже любить водоросли. Я предлагаю сейчас уже что-то сделать прямо вот в прямом эфире, показать, что это не так уж сложно ухаживать за собой в домашних условиях. Можно, по крайней мере, возможно, дополнять, опять же, профессиональные какие-то средства, да, домашним уходом. Но, прежде чем мы приступим, давайте задам вам вопрос, дорогие телезрители, из какой страны не с мира 2015? Вот такой вот легкий вопрос. Бразилия, Колумбия, Венесуэла либо Украина? 202.11.22. Между прочим, получите вы в подарок два билета на спектакль «Знаток женского сердца». Ну, как забрать его, расскажем, конечно, за эфиром. Ну, а пока ждем ваш ответ. 202.11.22. Так, Екатерина, рассказывайте. Давайте я буду делать, а вы будете мной руководить. Да, сегодня я расскажу, как сделать скраб для губ. Сейчас это очень актуально, потому что холодные губы часто обветриваются. Его можно очень легко приготовить на собственной кухне. У вас наверняка дома найдутся все эти ингредиенты. То есть нужно взять молотый кофе. Кофе, вот, пожалуйста, вставить паночки. Да, сахар и оливковое масло. Либо вообще любое растительное масло, которое у вас есть дома. Вот так вот мы его сюда перелили, оливковое масло. И еще эфирное масло. На данный момент у нас эфирное масло апельсина, но вы можете взять любое масло, которое вам нравится, например, мяту. Давайте. Так, нам нужно взять пол чайной ложечки кофе, пол чайной ложечки сахара. То есть не нужно приготовить много, потому что губы... Вот сюда я такой, да, можно? Да, да, прямо на блюдечке. И немножечко пол чайной ложечки оливкового масла тоже. Да, кажется, образного состояния все это перемешать. Можно даже побольше оливкового масла. Сейчас. Рязной ложкой, ну что ж поделать. Неопытная, неопытная я в этом. На самом деле все это очень легко, когда вы дома. Скажите, пожалуйста, ну ладно, если этот скраб, он действительно легкий, возможно, как-то справится с самой на кухне, то, к примеру, там, не знаю, сыворотка, какой-то крем, мне кажется, достаточно... Ну, крем, да, там уже нужны различные компоненты, которые соединят две фазы. Как вообще долго необходимо делать это все? Варить, морозить, да, к примеру. Ну, крем, смотрите, состоит из водной фазы и масляной фазы. То есть нам две этих фазы нужно соединить, чтобы они не расслаивались. И используют эмульгирующие вещества, то есть они тоже могут быть растительным, растительным происхождением, могут быть химические. И, как бы, эти эмульгаторы, они соединяют две фазы, потом еще взбиваешь все это миксером. То есть, ну, в принципе... В общем, производство такое, не из легких. Да, да, нужно набить руку. Давайте нашим пилингом, да, закончим. Соответственно, немножечко увлажнить губки и помассировать пальчиком слегка. То есть все, он у нас готов. Да, ну маслица можно чуть побольше, конечно. Вот так все сделаем сейчас. И несколько капелек эфирного масла для аромата, ну, и оно тоже очень полезно. Угу. Так, ну, пока я, собственно говоря, завершаю рецепт. Есть у нас звонок, давайте поговорим с нашим телезрителем. Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Сергей Иванович. Сергей Иванович, очень приятно, что нас смотрят мужчины. Да, мужчины. На такую женскую тему. Хорошо, Сергей Иванович, давайте, значит, с вами определяться, из какой страны Мисс Мира 2015 года? Ну, не знаю, у меня на слуху как-то стоит Венесуэла. Венесуэла. Ну, на самом деле, это неверный ответ. Поэтому, к сожалению, должна вам сказать до свидания и ждать нового звонка. Из какой страны Мисс Мира 2015? Сергей Иванович облегчил вам вопрос. Три варианта ответа у нас уже Бразилия, Колумбия, либо Украина. 202, 11, 22. Ответите верно, получите. Два билета на спектакль «Знатолка женского сердца». Что ж, ну, у нас, собственно говоря… Процесс. Да, процесс изготовления скраба завершён. В принципе, он, да, уже готов. То есть, можете видеть, что он не рассыпается. Да, обязательно… И очень вкусно пахнет. Даже я чувствую апельсин. Он очень вкусно пахнет. К сожалению, камера, технический прогресс, опять же, не дошёл до того, что передаёт пока вот запахи нашим телезрителям. Потому что часто мы в этой студии готовим, что-нибудь варим, и вот запахи, к сожалению, до них не долетают. Поверьте на слово. Очень вкусно. Обязательно протестирую за эфиром уже, а коли уж сейчас всё равно так или иначе не могу позволить себе этого, но за эфиром протестирую, вам расскажу. Хорошо? Хорошо. Так, ну давайте подводить с вами итоги. Если… Что касательно лица. Да, действительно, я так понимаю, здесь можно как-то что-то подправить именно благодаря натуральной косметике, благодаря бабушкиным рецептам. Что касательно тела, я понимаю, если это действительно стадия уже запущенная, к примеру, апельсиновой корки, да, либо нужно нам много сантиметров убрать, только спорт, и совместно с… С косметическими процедурами и с правильным питанием. Я считаю, что в натуральной косметике тоже всё равно консультация специалиста нужна. Многие продукты вызывают аллергию, причём очень сильную. И лучше, например, обратиться к специалисту, и она расскажет то или иное средство, из чего состоит, чём ты сам будешь делать. Несмотря на это, от того же апельсинового может очень сильно раздуть губы, как бы, если у аллергии. А многие насмотрятся, как бы, этого всего и начинают делать. И потом обвиняют, что это рецепт по такой или иной причине. И мне туда шоу. Нужно всегда подходить с ума. Ну, на самом деле, да, это очень легко определить, если у вас аллергия. То есть вы наносите получившееся средство на чувствительную кожу и смотрите, если в течение 10-20 минут у вас всё в порядке, то смело можно использовать. Тип кожи, да, тоже однозначно он зависит. Что ж, вам спасибо большое за советы, спасибо большое за разговор. У нас есть, если не ошибаюсь, звонок от нашего телезрителя. Как зовут? Вот слетел наш телезритель, к сожалению. Вот, ну что ж, я надеюсь, что ты, дорогой телезритель, нам прямо сейчас перезвонишь. 202-11-22, отвечаем на вопрос, из какой страны Мисс Мир-2015. Ну, а пока мы смотрим с вами сюжет, доверяют ли самарцы народной медицине. А после поговорим о наших волосах. Не простым народным средством, который, там, с детства, там, знают, там, мёдом, баней, там, вот это, да, нет, остальные, видишь, шарлатаны. Я отрицательно к этой медицине отношусь. Почему? Потому что, знаете, это вот необразованная медицина, губит людей, губит, ущерб всё людям приносит. Есть врачи, которые учатся на это, которые должны знать свою работу и которые получают за это деньги, а они традиционные, ну, это так, ну, гад, лечение какое-то получается. Каким-то можно доверять, а каким-то нет. Ну, вот, знахарки травами лечат. И кто не берёт денег, это естественно. А кто берёт деньги, это просто уж алчные люди, наверное, на этом хотят заработать. Не доверяю. Не знаю, сейчас всё это как-то уже современные технологии более помогают, чем, я думаю, какие-то древние. Народным средствам, ну, какие-то, может быть, но нетрадиционная медицина, это как-то нет доверия. Бывают, как бы, чудотворные исцеления, да, я верю в это, ну, не такой степени уж прям, чтобы ярая такая я была прям, верить, нет. Не сторонница. Поэтому я уже давно йогой, я не православный, я буддист, как и все это положено в Индии, все это. Я не надеюсь на медицину, это страхи я просто. Потому что медицинская в самом деле, поэтому не доверяю. Наверное, только в проверенном, если я видела на своём примере, что что-то помогло, а так нет. Мы в прямом эфире, 202, 11, 22, смотрите нас внимательнее, ведь сейчас как раз давайте поговорим с нашим телезрителем, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ольга. Ольга, очень приятно. Ну, скажите, пожалуйста, вы за собой ухаживаете, каким методом доверяете, народной медицине, каким-то народным средствам, либо всё-таки профессиональной косметикой, профессиональным средствам? Честно говоря, больше народным, наверное, средствам. Ну, и профессиональной косметикой имеет твоё... Имеет место быть. Хорошо. Давайте с вами разбираться, из какой страны Мисс Мира-2015. Бразилия, Колумбия, либо Украина? Я так думаю, что Украина? Нет, ну нет, неверный ответ. Два варианта ответа осталось. Ну, быть может, давайте с вами попытаемся в угадалки поиграть. Бразилия, либо Колумбия? Эх, не захотела. Такой вариант, такой шанс предоставила наша телезрительница. Ну что же, дорогой телезритель, тогда ты сможешь выиграть два билета на спектакль «Знатолка женского сердца». Из какой страны Мисс Мира-2015? Бразилия, либо Колумбия? Два варианта ответа. Ну, просто элементарно. Что ж, тем временем я представляю вам наших гостей. Это девушки, которые нам расскажут о наших волосах, о уходе за волосами. Ну, и если уж ухаживать не получается, и не хочется тратить много времени и сил, то можно нарастить. Вот такой вот сегодня разговор пойдёт. Итак, представляю вам. Начну с дальнего гостя. Это Юлия Горшкова. Здравствуйте, Юлия. Следом расположилась Екатерина Банникова. Здравствуйте. Ну, и Дарья Кулагина. Здравствуйте. Хочу к вам обратиться, наверное, к каждой. Всё-таки вы больше доверяете народным каким-то рецептам, бабушкиным рецептам, либо всё-таки средством, не профессиональным даже будем заменять, а именно таким технологическим. Не знаю. Это сейчас есть какие-то уколы красоты для волос, и какие-то, не знаю, терапия какая-то и лазерная, и так далее, и тому подобное. Вот что больше? Народная? Ну, опять же, тоже здесь сложно с чего-то начать одного. Изначально, например, если это выпадение волос, то, возможно, то здесь поможет только мезотерапия или какие-нибудь вот уколы, как вы говорите. Но народные средства – это если вы хотите придать блеск, например, упругость, как-то подпитать корень волоса, чтобы лучше. Ну, бывают случаи, когда тоже спасают только определенные и серьезные уколы страшные, как вы говорите. Юль, ваше мнение. Что-нибудь дома делаете? Какая-нибудь маска любимая, быть может, есть? Нет, к сожалению. Я доверяю только современным технологиям. Доверяю больше, наверное, мастерам все-таки, которые что-то знают об этом и могут мне сказать про мои волосы. Хорошо, давайте у нас есть пока звонок от нашего телезрителя, а после попытаю Дарью своими вопросами. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Альбина. Альбина. Вот наверняка кому пока еще не нужны ни народные средства красоты, ни какая-то профессиональная косметика. Альбин, ну давай отвечай на мой вопрос. Из какой страны Мисс Мира 2015? Я, конечно, не знаю, но мне кажется, Бразилия. Нет, неверный ответ. Слетает практически у нас билет. Вот, посмотрите, пожалуйста, это Мисс Мира 2015. Она из Колумбии. Что ж, к сожалению, на спектакль никто не отправляется. Быть может, разыграем его завтра. Но в любом случае билеты на спектакль кому-нибудь достанутся. Ну а следующий наш вопрос. Слушайте, это практически суперприз. Билеты на концерт Ани Лора. Как Пифагор описывает красоту? Четыре варианта ответа. Красота – это то, что не может не вдохновлять. Красота – это гармония и пропорциональность частей. Красота – это благородство души. Либо красота – это идеальные параметры души и тела. Ну вспомните, пожалуйста, что там Пифагор на про штаны свои говорил. И вот оцените, пожалуйста, что же это может быть, какой из вариантов ответа. Как он определял термин красота. Что ж, Дарья, давайте рассказывайте. Вы в народной медицине доверие испытываете? В народной медицине нет. Я все-таки за прогресс, за технологии, за новые. И все-таки нужно обращаться к профессионалам. То есть я считаю, что только профессионал может помочь. Неужели дома, ну не знаю, маски, масло не наносите, к примеру, на волосы, если мы сейчас говорим именно о волосах? Нет, у меня профессиональной косметикой пользуюсь. Стараюсь соблюдать все правила. Хорошо. Екатерина, быть может, вы что-нибудь? Нет, я, конечно, пользуюсь всякими. Бывает, когда надо укрепить там луковицу волоса. Или если вы хотите, чтобы были более гущие волосы, например. Потому что спящих луковиц у нас очень много в нашем волосяном покрове. И, конечно, пользуюсь при укладке только профессиональные средства. А при уходе можно? А при уходе, конечно, да. Обязательно нужно использовать. Хорошо. Есть у нас звонок от телезрителя. Как быстро все захотели на концерт Ани Лорак. Как Пифагор описывает красоту? Здравствуйте, как вас зовут? Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Тамара. Тамара. Ну, для начала давайте, прежде чем ответить на мой вопрос, задам вопрос еще один, касательно темы нашей передачи. Вы каким средствам доверяете? Бабушкиным рецептам, либо все-таки современным технологиям? Красоту как наводите? Современным технологиям доверяю, но бабушкиным рецептам больше. Ага, вот так вот. Видите, какие у нас телезрители? Сколько людей, столько и мнений, как говорится. Но вот Пифагор свое мнение по поводу красоты высказал однажды и закрепился-то за ним. Как же Пифагор описывает красоту? Четыре варианта ответа. Сейчас буду зачитывать, а вы мне назовете первый, второй, либо третий, четвертый. Красота – это то, что не может не вдохновлять. Красота – это гармония и пропорциональность частей. Это благородство души. Это идеальные параметры души и тела. Один, два, три, четыре. Ну, мне кажется, три. Три. Благородство души. Ну, красота – это благородство души. Ну, четвертая, четвертая. Красота – это идеальные параметры души и тела. Давайте быстрее определяйтесь. Да. Нет, нет, верный ответ. Да, действительно, близко к Пифагору, там идеальные параметры души и тела. Ну, нет, не его это слова. Что ж, с вами прощаюсь, жду нового звонка. Билеты на концерт Ани Лорак разыгрываем, как Пифагор описывает красоту. Что ж, ну, то есть, вот мы пришли к такому мнению, по крайней мере, с Екатериной, что действительно, быть может, для ухода можно. Ухода, да, конечно, нужно использовать народные средства, а при укладке или каких-то стайлинговых, там, обязательно, конечно, профессиональные. Вопрос такой, ну, действительно, все девушки хотят обладать красивыми, пышными, ухоженными волосами и много времени могли тратить на какие-то народные медицины, на какие-то народные средства, быть может, даже на профессиональную косметику, но волосы не растут. И тут задумывается наверняка каждая девушка о наращивании. Вот хочу к вам обратиться к Юлии и к Дарьи. Многие боятся этого слова – наращивание волос. Нет, это неестественно, это некрасиво. Вот что вы можете им сказать, Юль? Ну, на самом деле сейчас такие технологии, что, в принципе, наращивание волос при правильном подходе совершенно не вредит волосам. То есть, ну, принцип такой, что капсулы должны распределяться в нужном порядке и на полсантиметра на сантиметр от кожи головы, чтобы не травмировать кожу. В принципе, очень многие, нося наращенные волосы, отращивают, вернее, нужную длину, удобную, то есть, и снимают волосы, в общем-то, и… То есть, как раз эту промежуточную стадию, когда, я думаю, многих девушек не устраивает их прическу, вот, вот, короче – хорошо, длиннее – хорошо, а вот что сейчас не устраивает, можно пропустить как раз нарастив волосы. Это один из способов, ну, почему стоит нарастить, да, один из факторов. Есть у нас звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как зовут? Здравствуйте, меня зовут Ольга. Ольга, очень приятно. Давайте отвечаем на вопрос с вами, как Пифагор описывает красоту. Это то, что не может не вдохновлять, это гармония и пропорциональность частей, это благородство души. Второй вариант. Второй вариант – это гармония и пропорциональность частей. Первый вариант. Нет, неверный ответ. С вами прощаюсь, жду нового звонка. Нет, вам билеты нельзя, к сожалению, нашим гостям мы всегда рады что-нибудь подарить, но, к сожалению, не билеты, билеты для наших телезрителей. Поэтому, уважаемый телезритель, если ты сейчас меня слышишь, а я уверена, нас слышат многие, звони быстрее. Два варианта ответа – билеты на концерт Ани Лорак. Мне кажется, элементарно уже сейчас, ну, просто уже осталось. Мне кажется, с самого начала было элементарно. С самого начала было элементарно, конечно. Было уже понятно. Хорошо. Что Пифагор мог сказать. Есть ли какие-то мифы, с которыми вам приходится сталкиваться, когда вот девушки приходят к вам первое основное наращивание, которые вот говорят, ну, вещи прочитали там в интернете, где-нибудь узнали, а вот на самом деле это неправда. Да, да, очень много таких мифов. Мифов, да. Первый и самый главный миф о том, что горячее капсульное наращивание, оно сжигает волосы. То есть все думают, что прикрепляя капсулу горячими щипцами, можно испортить волос. Всего лишь 150 градусов прикрепления капсулы горячей. У фена, у некоторых фенов температура намного выше. Утюжками все пользуются. Солнышко. То есть, и если феном, например, мы пользуемся, там, кто-то каждый день, кто-то через день, то наращивание мы делаем раз в 4 месяца. То есть один раз. То есть совершенно не такой большой вред, на самом деле. Но они обламываются у корня потом, вот эти капсулки, поэтому вред. И когда снимаешь волосы, наполовину лысые. Нет, я не соглашусь совершенно. Те волосы, которые видят из капсулы, снимают, то есть видят, что там остались корни. Процесс обновления волос, это естественно. И у всех у нас выпадают волосы. До 100 волос в день. Мы этого не замечаем. Мы расчесались, где-то как-то поправили укладку. Мы не замечаем этого. Так, давайте на этом, вы пока мысль не теряете, возьмем звонок от нашего телезрителя. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена. Елена, очень приятно. На концерт, а не лорок. Хотите? Очень. Очень. Ну тогда отвечайте на мой вопрос. Как Пифагор описывает красоту? Это гармония и пропорциональность частей. Это то, что не может вдохновлять, это благородство души. Это гармония и пропорциональность частей. Я вас поздравляю. Это действительно так. Я слышу вашу улыбку уже, практически вижу и представляю ее. Два билета на концерт Ани Лорок. С кем же пойти? Узнаете, ну я думаю, сегодня вечером уже подумайте, кто же будет это счастливче. Как забрать, расскажем за эфиром. Спасибо большое вам за звонок. Так, давайте. То есть вот у нас, пожалуйста, мнение. Две девушки считают, что это все-таки не вредит. Юль, согласны с коллегой своей? Да, конечно, не вредят. Не вредят. 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 Вредят, еще как. Ну, утюжки, конечно, вредят, но, по крайней мере, существуют профессиональные защитные средства от температурного режима. И надо маленькие хитрости знать даже тем же самым феном. Если сушить его не на горячем воздухе, то волосы не будут повреждаться. То есть чуть не досушивать концы. А, конечно, от наращивания очень портятся волосы потом. Но вот, конечно, когда промежуточный момент, переходить, переждать, отрастить, можно, конечно, воспользоваться. Но лучше уход за своими. Я так понимаю, да, это мастер, да, очень, конечно, вообще все, наверное, объяснили. Ну, да, скорее всего, и в стрижке, и в зателом уходе всегда, конечно, зависит от мастера. Надо искать профессионала, надо искать, который сам своего, ну, как бы... Сам любит свое дело, по крайней мере, хотя бы, да? Сам любит свое дело, по крайней мере, начнем с этого. Но вопрос не может не возникнуть. Я вижу девушки, действительно, мастера по наращиванию волос, но с натуральными волосами. В чем проблема? Люблю менять образы часто. То есть я могу обстричь каре, какую-то такую очень короткую стрижку, потом мне немножко отрастает. Все, я хочу длинные волосы, мне они очень нужны, то есть... Но ждать, пока они отрастут. Это эксперименты. Да. То есть... Юль, почему? Сами делаете другим, точнее, а сами как-то избегаете наращивания? Нет, я на самом деле ходила с наращиваниями волосами 7 лет. В принципе, вы можете посмотреть на мой объем, то что я, в принципе, осталась не лысая. И волосы у меня были намного... Ну, от густоты это зависит. Волосы у меня были редкие. Сейчас у меня волосы намного гуще, чем было до этого, например. Но я не говорю, конечно, что это именно наращивание сделало, мои волосы густые. Да, мне не за много, мне тоже зависит. Посмотреть температуру 160 градусов. И, в принципе, время припайки это 1-2 секунды, то есть с вашими волосами просто ничего случиться не может. Как выбрать мастера по... ну, не знаю, за уходу за волосами, по наращиванию волос? Отзывы? Отзывы тоже можно поделать. Работы посмотреть? Как вот? Ну, конечно, смотреть работу, смотреть отзывы. И, в принципе, самое лучшее, наверное, это все-таки сарафанное радио. То есть подружка сделала, вы увидели. Обязательно плачьи на консультацию. У меня сейчас у многих мастеров бесплатные. И порасспрашивать, задавать каверзные вопросы. То есть для наращивания существует достаточно такой большой ряд противопоказаний. Ну, хотя бы узнать... Да, да, то есть не всегда можно нарастить волосы. То есть мастер должен оценить состояние волос. Только после этого... Не просто, чтобы это была погоня за динамиками. Количество капсул, да. Екатерина, как вот выбрать, не знаю, человека, который будет ухаживать за твоими волосами, за твоими ногтями? Ну, конечно, в первую очередь прийти на консультацию, посмотреть на самого мастера, как он вообще выглядит, как он относится к своей профессии, к своему делу. Конечно, посмотреть работы, дипломы и вообще желание сделать вас красивее. Угу. Слушайте, ну, мне кажется, получилось сегодня очень интересно. Действительно, много мнений, много разносторонних абсолютно мнений, которые, ну, противоположны друг другу. Это очень интересно, мне кажется. Есть в этом какая-то такая своя фишка. Собственно говоря, советы, наверное, наши, если подадите итог, советы нашим свидетелям, доверять ли либо народной медицине, либо красоте от природы, да, либо все-таки каким-то новым средством, совета нет. Ну, нет, потому что все равно, конечно, используйте и народные средства, но в то же время, конечно, не забывайте посещать мастера, профессионала, который подскажет, направит вас, даже подскажет народные средства, которыми вы там можете дома уход делать, а в салоне он уже будет вам... В любом случае, в любом случае, наверное, подведу вот такое резюме. Не бойтесь новых современных средств, которые помогут вам стать более крашем, более красивее. Всего вам доброго, с вами была программа «Универсальный формат». Спасибо нашим гостям, что ответили на мои вопросы. Спасибо нашим гостям, что проконсультировали нас. Ну, а с вами мы увидимся совсем скоро. Пока-пока. Субтитры подогнали Симон.